Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. В Анапе самое звездное небо. Накануне Нового года главная площадь курорта засияла тысячами ярких огней. Ром, бренди и коньяк от 100 рублей. Сотрудники полиции изъяли более 600 литров суррогатного алкоголя. Спасти Деда Мороза. О самых интересных новогодних программах, которые пройдут в домах культуры. Новогодний подарок для здоровья анапчан. Накануне Нового года городская больница Анапа получила передвижной флюорографический кабинет, приобретенный на средства краевого бюджета. Кабинет размещен на базе автомобиля КАМАЗ. Оснащен цифровым малодозным флюорографом, компьютером. Оборудован сплит-системой. Пропускная способность аппарата до 150 исследований за период рабочей смены. Аппарат оснащен внешним жестким диском, который позволяет отснятые флюорограммы просматривать дополнительно на оборудованном рабочем месте. То есть можно работать, не останавливаясь на расшифровку результатов. Мы можем работать непрерывным практическим режимом, когда рентген-лаборант делает снимки, они снимаются на внешний жесткий диск через какой-то промежуток, транспортируются данные или передаются дистанционно через защищенную сеть на рабочее место врача-рентгенолога и производится оценка результатов флюорографии. То есть нет необходимости останавливаться, что-то кодировать. Можно не разграничивать время работы кабинета, как у нас иногда с утра делаем снимки, после обеда описываем. Нет, он может работать в режиме онлайн. Техника уже поставлена на учет в ГИБДД. В настоящее время проводятся работы по получению санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование с источниками излучения. Флюорограф будет использоваться ежедневно по графику выезда в сельские округа, а также во время дней здоровья. Обильные осадки и гололед в конце недели прогнозируют синоптики. Сегодня засыпало снегом Джигинку, Юровку, Уташи и Станицу Гостогаевская. Спасатели призывают водителей быть максимально осторожными. В администрации города на планерном совещании службы доложили о своей готовности к непогоде. Пескосоляная смесь заготовлена в полном объеме. Техника в любой момент готова выехать на ликвидацию последствий стихии. Со всеми службами проработать ДЭК-116 в особенности есть обеспокоенность по наличию техники, пескосоляной выехать к ним на место и посмотреть, все ли у них в наличии, готовы ли они к серьезным попознанным условиям. Держать на контроле, распределиться дежурство по сельским округам, главы сельских округов к вам обращаются тоже. Посмотрите еще раз с этими своими предприятиями, у кого такие, если вдруг еще, мало ли, возникли проблемы, не было, но возникли. Говорите сразу, потому что ожидается ухудшение в таком условии. О чрезвычайных ситуациях, особенно на территории сельских районов, необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 3-20-94 или 0-51. В районе Северного рынка изъято более 600 литров алкоголя сомнительного качества. Его продавали без лицензии. Полицейские говорят, что торговлю ведут арендаторы. Сейчас ведется работа по установлению личности собственника торгового помещения. Новогодняя ель, как атрибут приближающегося праздника. Это помещение рядом с территорией Северного рынка. Набор уже можно назвать стандартным. В ассортименте пива, а также в сдюжину напитков с чарующими названиями и по соблазнительным ценам. Без экспертизы сложно делать выводы об их качестве. Иногда такие спиртовые растворы могут содержать виноматериалы, но чаще всего только ароматизаторы и красители. Пока очевидно сомнительное происхождение товара, а также нарушение правил реализации алкогольной продукции. В данном торговом объекте установлен факт нарушения 171-го закона и работа без лицензии, без документов. В данный момент это физическое лицо, даже без предпринимательской деятельности. Полицейские говорят, что торговлю именно в этом помещении пресекали уже не единожды. После закрытия точки и изъятия продукции приходит новый арендатор, но профиль деятельности не меняется. Информация поступила с управления торговли города Анапа. Сегодня изъято 650 литров, составлены административные протоколы, человек будет привлечен к ответственности. Материалы будут направлены в суд. Реализатору грозит штраф в 2500 рублей. Тем временем полицейские намерены выяснить, кому именно принадлежит помещение. Собственникам проведут разъяснительную работу, а также проверят на причастность к уже неоднократно выявленным нарушениям. Сотрудники городского управления торговли и потребительского рынка проводят рейды в ежедневном режиме. С начала декабря обнаружено 9 нелегальных точек. Это в разы меньше, чем в курортный сезон. Однако в городской администрации говорят, что не намерены снижать темпы работы в этом направлении. Тем более, что скоро новогодние праздники. Над главной елкой города зажглись тысячи звезд. Необычное новогоднее световое оформление появилось на театральной площади. Впервые в этом году помимо красавиц елки и светодиодной тройки оленей, главная площадь города украсила светящееся звездное небо из тысяч сияющих огоньков. Яркая инсталляция издалека привлекает внимание и уже стала главной диковинкой праздничной Анапы. На фоне новинки с удовольствием фотографируются и взрослые дети. Мы призываем наших всех предпринимателей, руководителей предприятий, у кого фасады еще не украшены, большая просьба украсить и создать новогоднее настроение для жителей и гостей нашего города. Также с 20 декабря на площади начнет работу новогодняя ярмарка. Она будет работать даже в новогоднюю ночь. Будут реализовать продукцию сельскохозяйственную, гастрономическую. Также можно будет приобрести товары рукоделия, прикладного искусства и сувенирную продукцию. 20 числа с 11 до 14 часов будет торжественное открытие работы новогодней ярмарки. Там можно будет увидеть флешмоб Деда Мороза, новогодний хоровод, концертную программу и другие сюрпризы, которые город готовит для наших жителей и гостей. В новогодние праздники дети смогут помочь спасти Деда Мороза от сказочных злодеев. Такую интерактивную постановку придумали во Дворце культуры молодежной. В настоящий момент идут репетиции. Все будет начинаться как обычный спектакль. Дети будут смотреть его сидя за столиками с соком и сладостями. Однако в один прекрасный момент дела в волшебной стране не заладятся и герои обратятся за помощью к юным зрителям. В итоге, конечно, добро победит. Детям хочется принести что-то новое, тем более, что мы всегда видим, что дети хотят и потрогать персонажей, и пообщаться лично с ними. И детям действительно тоже хочется стать главными героями этого действия и почувствовать, что именно они в этом году спасли праздник. Именно они освободили Дедушку Мороза. Первое представление состоится 22 декабря. Помимо этого, в ДК молодежной запланированы ретро-вечера для взрослых, а для православных верующих устроят встречу Рождества. В Федеральном детском центре «Смена» завершились краевой семинар совещаний с руководителями органов по делам молодежи и семинаром молодежных СМИ. Кроме тренингов и мастер-классов от ведущих специалистов края, для участников семинаров была организована и культурная программа. В заключительный день все они стали зрителями моноспектакля. Для гостей смены в программе вечернего мероприятия на этот раз моноспектакль «Оскар и розовая дама» под наименному роману Эрика Эммануэля Шмидта. В нем сыграл артист молодежного театра Краснодара Евгений Парафилов. Постановка охватывает очень много проблем человеческих, проблем личного характера, проблем взаимоотношений с семьей, с другими людьми, с любимыми людьми. Но самое главное, что остается после спектакля, это состояние в душе, когда действительно ты, не то что ты его понимаешь, ты его сначала чувствуешь. Вот этот спектакль, он в первую очередь прочувствован через душу. Заслуженный артист Кубани Виктор Плужников уже 20 лет на сцене. Он поделился мнением о том, каким должен быть человек на сцене, в частности, играя в моноспектакли. Ты должен быть интересен каждому человеку в зале. Вот, грубо говоря, 500 мест в зале. Вот ты один, а моноспектакли, как правило, без всяких взрывов, спецэффектов. Когда ты один на один со зрителем, ты должен быть максимально честным и открытым, чтобы быть интересным. Чтобы тебе сопереживали, чтобы тобой интересовались. Это непросто. Тем более час-полтора держать зал. Это практически без музыки, без танцев, без шоу, без ничего. В романе, по которому поставлен спектакль, Виктор выделяет главную мысль. Это умение любить жизнь, ценить близких больше, чем себя. Принимать удары судьбы спокойно, не бояться смерти, но бояться быть бесчеловечным. Каждый зритель выделил что-то для себя после просмотра спектакля и получил массу впечатлений. О важном глазами детей в Центре детского творчества развернулась выставка детских художественных работ победителей и лауреатов конкурса «Служба спасения-01» при содействии Министерства культуры и Министерства науки, образования и молодежной политики Краснодарского края. Выставка посвящена Году пожарной охраны России. Здесь представлены лучшие работы кубанских школьников, которые прошли два конкурсных этапа – муниципальный и краевой. Анапчане в этом конкурсе ежегодно занимают первые места. В этом году отличилась Александра Погодина. Ее рисунок о лесных пожарах признан одним из лучших. Все детские рисунки посвящены профессии пожарного, которая входит в десятку самых опасных. Тушение огня, спасение людей и, самое главное, профилактика пожара – все это отображено на полотнах. Принимая участие в таких мероприятиях, дети проникаются пониманием необходимости работы пожарного, понимают, что это героическая профессия, ну и как бы усваивают кое-какие правила. Я хочу выразить благодарность, огромную благодарность всем руководителям муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений, методистам, воспитателям, которые разрабатывают замечательные сценарии, вместе с детьми делают поделки, рисунки, и вот прививая таким образом уже навыки пожарной безопасности именно уже с трехлетнего возраста. И благодаря тому, что такая работа проводится, пожаровая детская шалость уже в течение трех лет у нас не зарегистрирована. В рамках выставки начальник Анапского центра противопожарной пропаганды Людмила Бурнайкина познакомила школьников с профессией пожарного, рассказала о мужестве, героизме и самоотверженности людей, занятых этим благородным делом. Также в преддверии новогодних каникул предостерегла от использования пиротехники и рассказала о правилах безопасности. А я напоминаю, что наш генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2» приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова